Ребята, всем привет! У меня сегодня такое задание переорганизовать немного в моих витринах и даже может быть что-то наверху в бюро. Ну сейчас начну с витрин. У меня есть новая посуда, которую мне нужно куда-то определить. Я вам показывала, у меня вот такой вот новый набор собирается. Затем здесь еще уже новогодняя посуда, которую я уже не использую. Например, здесь у меня хлопья лежали, они закончились, поэтому я ее больше не наполняю, помыла, все убрала. И теперь нужно это все определить. И вот этот вот тоже новый наборчик мне Фабиан подарил. Также еще что? Вот тут такая этажерка. Вот этот тоже мне нужно все определить. И также вот еще стаканы, еще 12 штук. Это мне все нужно определить. Вот в эту витрину, она у нас здесь стоит, прямо рядом со столом. Но эта витрина у меня была так определена, что здесь находится все сезонное. Например, вот это все было такое вот для Рождества. Ну посуда, которую я зимой использую. Сейчас я еще дальше пользуюсь, потому что зима еще не кончилась. Там, например, какие-то елочки, веточки. Я считаю, это можно и в феврале, там, например, использовать и в январе. А сюда ставится посуда, которой я сейчас не пользуюсь, потому что летний какой-то мотив. Это все придет потом, когда я это все буду на лето переставлять или на весну. Осень такое что-то. Также вот эти баночки. У меня сейчас в ходу еще новогодние баночки. И вот это тоже, например, сезонное. Летом я в основном ей пользуюсь. Сейчас все зимнее. Какие-то стаканы здесь, которые... Да, которые жалко выкинуть, но ими не пользуешься. Потом там тоже пасхально уже все есть. Затем какие-то вилки, ложки. Это пунктон, например, я просто запихала, потому что уже не знаю куда. И здесь у меня тоже все сезонное. И зимнее, и пасхальное. Тоже хочу подписать все. И там уже всякие какие-то этажерки. Такое вот все. И банки для печеньев. И хочу я теперь вот это все сезонное, что вот в таких вот контейнерах или банки какие-то отсюда все убрать. Освободить место. Я думаю, мне нужно будет две вот таких вот полочки освободить. Да, освободить место, чтобы поставить сюда мою новую посуду. И также еще сейчас вам покажу, откуда я перетащу посуду сюда. Также у нас под телевизором такой есть лобот. И здесь находится тоже всякого полно у меня. Я хочу вот это все отсюда убрать, потому что я хочу сказать, так мне неудобно. Здесь у меня такая тоже посуда какая-то тематическая. Там лимончики, там какие-то птички, все такое. Это не очень удобно, если оно здесь стоит. Поэтому, как говорю, сюда пойдут какие-то контейнеры, все такое вот тематическое, новогоднее такое вот, пасхальное, которое не каждый раз нужно. А вот это я хочу уже все в ту витрину определить. И потом вот тут у меня тоже очень много всего. Тут я даже не знаю, что буду делать. Потому что вот эта вот, например, птожерка только сюда вмещается. В другое место она никуда не встает. Там у меня еще большая тарелка наверху. Она тоже в другое место просто никуда не встает. Только вот это место ей подходит. Ну, а так, может быть, вазочки куда-то перерегоносовать. Посмотрим, как это сделаем. Вот это, я вообще хотела вот такой вот один иметь для каких-то вот подносов, как, например, вот это. Оно так у меня и было, но потом как-то все пошло не так. И вот это место, которое здесь, оно вообще принадлежит подносам, которые у меня сейчас какие-то крутящие. Сейчас им бы сюда хорошо становиться. Но тоже места нету. Я не знаю, как так получается. Вроде бы купили две негатерины, но они уже тоже заполнены. Вот это тоже. Но все мне нужно. Вот, например, я думаю, вот это тоже, что я поставлю у меня. Это я от дедушки брала. Очень красивый тоже. Так, что начнем? Я вам уже потом только покажу полный результат, так как камеру возле стола плохо ставить. Я не могу туда-сюда бегать. Поэтому просто покажу вам результат. Запоминайте, здесь выглядит так. Витрину вы тоже уже запомнили. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть, когда я все перестану. Решила я все поэтапно показывать. На вот этой первой полке я определила тоже все новогоднее. Какие-то стаканы или бокалы, потому что они под телевизор не так хорошо входят. Я не могу вот эту хорошо поставить там. Поэтому здесь решила я все сделать. У меня на вот этой стороне не было вот этой вот полочки, которую я покупала в Икеи. А вот эти вот тарелки или платы просто стояли здесь. И получается, места много уходило. Поэтому я еще поставила одну сюда полочку. И у меня получилось, здесь у меня стаканы. Вот эти я тоже уже убрала. Нет, кружки и стаканы. А наверху вот такая вот посуда. И посуда вот такая тоже новогодняя какая-то там тоже для выпечки. А сюда я еще хочу поставить мои новые пиялки, которые я купила в этом году. Как раз две штучки сюда влезут. Но только это нужно делать без камеры. И вот этот уголок, который у меня остался, сюда я как раз поставлю. У меня еще такая круглая ваза. Есть под конфеты. Как раз она сюда встанет. Но вот на эту полку уже нужно что-то оформить такое красивое. Потому что здесь стекло. И с вот этой стороны все видно. Здесь у меня сейчас стоят такие вот красивые подсвечники. Я посмотрю, их оставлю или нет. Вазу я, наверное, уберу. И здесь я все поставлю. Вот эти вот новые стаканы. Все такое сюда, наверное, определю. Здесь у меня уже не получилось этапно снимать. Потому что я с одного места на другое все переставляла. И поэтому не могла полочку за полочкой вам показывать. Сейчас вам покажу все, как здесь получилось. Здесь вы видели эту полочку у меня с рождественской посудой. Но мне тут ее просто легче хранить. Потому что я могу два яруса поставить. Под телевизором так не получается. Поэтому я эту полочку отдала этой посуде. А здесь у меня все как бы стекла получается. Большие стаканы. Я хотела сначала поставить вот эти низкие стаканы с высокими стаканами. Но я боюсь вот это стекло. И они очень тяжелые. Поэтому я их разделила. Одни там, одни здесь. Здесь получается 12 высоких стаканов. Много стекла. Там получаются какие-то мисочки разные. Еще вот это мне очень тоже нравится. Я думаю, это тоже хрусталь. А дедушке я привозила это. Здесь у меня тоже еще какие-то подсалатницы. Вот это вообще-то ваза. Но я ее под салат использую для конфет, для фруктов. Тоже очень классно. Здесь вазы. Все такое тоже. Затем полочка. Здесь уже низкие стаканчики. Они как раз хорошо сюда под низ встали. А наверх я поставила тоже тарелки, которые приобрела. И сюда еще пойдут, когда я куплю, вот такие вот большие тарелки. Как раз под низ встанут. И как раз будет хорошо. Сюда у меня просто для напитков что-то. И поставила вот удлиненные платы. И как раз они по вышине сюда по длине подходят. И наверх я потом как-то приобрету пиялки от вот этой же фирмы. Сюда они встанут. Затем здесь у меня получается тоже стекло. В основном здесь ваза. Вот эту вазу пришлось сюда поставить. Я ее вообще хотела сюда, чтобы ее было лучше видно. Но она очень тяжелая. Я боюсь, что вот эта рухнет. Все, поэтому я ее сюда поставила. Здесь в основном ваза. Вот эта. Вот эта одна из самых моих первых, которые мне вазу подарили. Когда мы в дом заехали. Я тогда насобирала все красное. У меня вот эта была красная ваза. Я ее прям обожаю. Вот эта сезонная мне тоже очень понравилась. Тоже дедушка привезла. Встала сюда. А здесь тоже какие-то подсалатницы. Вот это тоже дедушки такие. Вот хрустальные подсалатницы. Здесь стекло. Здесь у меня пойдет сейчас эти стоят для духовки. Ну, против, не против. Мне как их. Формочки для выпекания. Потом эти уберу. Поставлю сюда новогодние. И здесь у меня уже тоже какие-то ваза. Например, вот этот вот кувшин. Я его в другое место хотела поставить. Но он по вышине никуда не подходит. Только сюда. Поэтому я его сюда в угол поставила. Там всякие тоже какие-то кувшины. Тут этажерки. И вот это моя новая красавица. Видите, какая красивая. Но она такая миниатюрная, миниатюрная. Хоть бы она не стала, как вот эти. Видите, они считаются. Я их больше не использую. Но мне их жалко выкинуть. Вот это прям красивая тоже. Мне ее дарили на Рождество. Ну вот. Я этим шкафом или этой витриной очень довольна. Ко всему хорошо можно подойти. Не нужно вытаскивать все. Поэтому, да, очень мне нравится, как я это все сделаю. Здесь у меня вот так получилось. Но, если честно, мне вообще не понравится. Неудобно это совсем никак. Поэтому буду думать, как это можно по-другому сделать. Здесь у меня свечи. Ну, подсвечники в основном. Там у меня подкиксы. Дозн. В коробке. Затем здесь новогодняя. Вазу некуда поставить. А здесь тоже все новогоднее. Плюс еще вот такие вот тарелочки новогодние. Там новогодняя плата. А здесь тоже и вазы, и миски, и все такое. И вообще вот эта организация мне вообще никак не понравилась. Здесь, знаете, что плохо? И ты хотя бы вот эту вот лестницу ставишь. Но все равно тут всего две тарелки встают. И все. Больше ничего нельзя поставить. Это тяжело. И так у меня, например, вот в этих всякая мелочь хранится. Но они тоже довольно-таки высокие. И получается, не встают два ящика друг на друга. И так тоже много места занимают. Поэтому я не знаю, нужно думать, как это все можно по-другому организовать. Но с этой стороны, эту левую сторону я оставила, потому что мне нравится, как это все организовано. Мне не нужно тянуться. А здесь все для паски. Но тоже такое же самое. Много места занимают вот эти контейнеры. И тут одна тарелочка встает, и все. И больше ничего не вмещается. Тоже не нравится. Буду смотреть, как это по-другому можно сделать. Ну а так вот это все, что у меня не вместилось. И мне нужно думать, куда это все можно разобрать. Вот этому мне обязательно нужно место найти. Потому что, как говорю, у меня замена. Я сейчас такое более зимнее что-то стоит. Это более летнее. И когда я зимнее вытащу, все равно нужно поставить куда-то его. А это, да, обязательно нужно место найти. Не знаю, куда. Затем вот такие банки у меня есть. Это банки для... Ну сейчас, когда весна начнется, я вот эти буду банки наполнять. Здесь у меня три штуки. Для них обязательно нужно место. И потом вот эти две банки. Это такие несезонные банки. Они мне кажется, так всегда стоят. Но сейчас у меня, например, вот эти я убрала. У меня стоят теперь там такие новогодние, рождественские, зимние банки. Когда они освободятся, я вот эти поставлю. Но зимние все равно нужно куда-то ставить. Поэтому еще две банки нужно место найти. Затем здесь у меня баштек. Приборы разные. И у меня получилось так, что у меня их так много стало, что я даже не знала. Мне нужно их по цветам посертирировать. У меня, например, есть черные. Затем вот таким вот с деревом. Затем там еще золото есть. И здесь еще такие вот бронзовые. Вот в таких хранить тоже не очень удобно. Потому что сюда только один сорт можно поскладывать. И так много пространства занимает вот этот контейнер. Поэтому нужно что-то другое придумать. Я купила вот такой вот контейнер в экчин. Но он мне тоже не очень подходит. Потому что я даже не знаю, куда я его могу поставить. Поэтому вот этому всему мне нужно еще место искать. Я не знаю, куда. А, еще вот этот вот подарок не распаковывала. Потому что мне тоже нужно место найти. Но все равно меньше стало. До этого у меня здесь пол стола было заполнено. А сейчас немножко меньше. Так что буду искать этому всему место. Хотела сегодня еще пойти организовать у Фабиана в комнате. Ну, там Биллер и Кальк, где его книги стоят. Ну, наверное, не пойду. Потому что мне сначала этому всему нужно что-то придумать. Да. На сегодня я тогда буду видео заканчивать. Вам я говорю спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, я вас немного замотивировала. У себя немного что-то переорганизовать. Нет, например, очень доставляет много радости. Потому что я открываю малыш кафе и прям смотрю и не могу налибоваться. Так что, надеюсь, вас замати... Какое-то слово называется. Ну, я думаю, вы поняли. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Вам желаю всего хорошего. Мы уже увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.